Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм и сегодня у нас новая серия. Серия будет посвящена новому обновлению, а именно дальнобойщикам. Ну а также я расскажу и другие обновления, которые вышли вместе с этим обновлением. С вас обязательно лайки и не забывайте подписываться на канал. А перед тем, как мы начнем, я хотел бы напомнить, что игра на первом серии Мазин Холли Плей. Мони Кирилл Путбуль, вы можете видеть сейчас его на экране. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 10 уровне вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холли Плей. Ну что ж пацаны, как вы знаете, 16 апреля вышло новое обновление. Я еще вчера хотел записать видео по этому поводу, но вчера творился полный пиздец, потому что работы вообще не было. Я работал для рабочих вчера и вообще все рейсы были заняты. Ну, точнее контракт, ладно, контракт уже это называется, а не рейсы. Все контракты были заняты и работы вообще не было. Поэтому я решил записать это видео утром. Сейчас у нас 9 утра, 17 апреля и я снимаю это видео. Итак, давайте начнем, я думаю, с компании. Что вообще за компания, зачем она нужна и так далее. Давайте я вам все сейчас объясню и покажу. Для тех, кто не знает, как работать, сразу покажу вам, пацаны, команду. Пишите вот, либо по английски, дально, вот, вот так вот, как я написал. Либо по английски пишите, дально, либо по русски можете писать, дально. И у вас появляется вот такая вот панелька, список контрактов, в принципе. Если вы не знаете, как работать, выбирайте просто 7 пункт, как работать дальнобойщиком. И здесь для вас все будет расписано. Просто почитайте и думаю, вы разберетесь легко. Давайте я сейчас покажу вам, это, если что, компания нашего чувака из Фомы, Влад Реал. Количество сотрудников 27 человек, количество грузовиков 5. Чем отличаются вообще компании? Первое, они отличаются названием, владельцем. Третье, они отличаются тем, что у кого-то много грузовиков, у кого-то нет. Эти грузовики должен покупать, получается, владелец этого бизнеса сам, лично, он должен их покупать. Пока что у Влада всего лишь 5 грузовиков, но он говорил, что будет покупать. Так, комиссия у нас всего лишь стоит 15%. Есть чат дальнобойщиков, в принципе, как вы знаете, вот там R, точнее, ну да, R, R, B, по рабочий чатам и так далее. Также есть чат компании, S, текст, чтобы написать чат компании. Вот, видите, я думаю, это все понятно. Внутри, пацаны, ничего абсолютно нету, это обычный просто интерьер. Как бы я не знаю, для чего он сделан, возможно, просто вы там приехали на базу, зашли сюда и стоите в АФК. Возможно, для этого. Такой кабинет у нас получается, ну, никакой функции это помещение, так сказать, не несет. Вот, как брать грузовик, пацаны. Я сейчас возьму грузовик, в принципе, и покажу вам. Пишите команду, вот, C-меню. C-меню, информация о компании, вы сможете здесь посмотреть, сейчас на балансе 135 тысяч. Количество грузовиков, количество людей, сотрудники. Можете, кстати, к нам приезжать, в принципе, вот сюда, это в южном находится, возле ОПГ. Прямо возле ОПГ находится наша компания. Ну, как наша, Влада компания. Просто я зашел, он, типа, всех принимал, я решил пойти к нему. Итак, как брать грузовик? Пишите, C-меню, потом автопарк. Сейчас, видите, один КАМАЗ занят, вот, Джерри работает. Давайте я первый КАМАЗ возьму. Взять для работы, прекратить аренду, либо продать. Ну, продать мы его не можем, потому что мы не владелец данного бизнеса. Взять для работы. Вот, видите, появляется, короче, КАМАЗ, я могу взять и работать. Пять литров всего лишь, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Машина не заправлена, потому что на ней, наверное, кто-то ездил. Так, давайте я пропишу тогда кит и заправлю КАМАЗ и тогда уже продолжим. Ну что, сейчас я вам покажу, как брать именно рейсы. Смотрите, вы приезжаете на одну из точек, пишите команду далее, список, вот, южный и выбираете рейс. Я выберу вот этот рейс, в принципе, взять контракт. Так, все, я его взял. Так, чувак, это мой прицеп. Все, мы взяли контракт, в принципе, у нас получается контракт с южного в этого. Сейчас я, наверное, заеду на заправку, пацаны, и потом уже поедем в этого, потому что у меня достаточно мало бензина. Я взял рейс, пацаны, какого там уровня, пятого, либо четвертого, я просто не видел. Я быстро брал, потому что здесь, пацаны, конкуренция за эти контракты очень большая. И мне заплатят 24 тысячи, в принципе. Ну и, видите, чувак тоже работает в нашей компании. Блядь, не в нашей компании, в ладо-компании. Что-то у меня привычка все обобщать к себе, так сказать. Выполнил контракт, видите, и прибыль в компанию немножко идет, видите, вот, плюс 1391 рубль. Ну, я думаю, все понятно, пацаны, легко. Но, блин, пацаны, вот, для вас сейчас кажется, типа, вот, это все легко, так, типа, работа есть. Но я работал, пацаны, вчера днем и вечером. Сука, это такой пиздец, чтобы просто не объяснить, пацаны. Кто работал, тот, я думаю, меня понимает. Для маленьких скиллов, у меня хотя бы 16 скилл для бойчика, но я просто работу не мог найти. Все контракты были заняты. Вообще почти работы не было, понимаете? Я за 2 часа всего лишь 2 рейса сделал, чтобы вы понимали. Блядь, твою дивизию. Ну, это пиздец, пацаны. Да, прикольно, прикольно. Ладно, я знаю, в принципе, лайфхак. Забегаем 24 на 7, и прицеп у нас должен обратно появиться. Ну, это как я слышал. Как на деле сейчас будет, посмотрим, в принципе. Извеняю за свой голос, пацаны, я немножко приболел. У меня что-то голос сейчас начал пропадать. Прицеп появился отлично просто, великолепно просто, блин. Все, давайте, когда я заправлюсь и уже доеду до этого, я, в принципе, продолжу, потому что, я думаю, дорогу снимать нету смысла вообще никакого. Ну, что ж, я уже приехал, получается, на точку. Мы подъезжаем сюда, подъезжаем на чекпоинт, и все, нам даются деньги. Получается, я заплатил комиссию 3000. Вот, плюс 3611 рублей пошло в компанию. Заработал где-то 21000. Еще раз объясняю, пацаны, как работать. Пишите команду, вот, по-английски дально, либо по-русски дально. Я буду по-русски писать, мне так как-то удобнее. И вот здесь список контрактов. Просто выбирайте точку, где вы, ну, где вам ближе. Вот, в южном точка есть, на Анашане, сзади Анашана точка есть. В Бусаево есть точка, Лыткарина, Эдова, Склад, Арзамас 1, Арзамас 2, Шахта, Батырево. Просто приезжаете на одну из этих точек, нажимаете контракты, и смотрите, есть ли контракт у вас или нет. Вот, получается, контракты есть, вот, в Эдова. Давайте сейчас выберем какой-то контракт, где мы больше всего платим. Так, Эдова, Батырево, с 7 уровня, да, получается. Так, это с 35, с 50 уровня. Видите, здесь даже есть, получается, контракты для нулевых скиллов, но днем их вообще нету, пацаны. Я вам чуть позже все расскажу насчет рейсов, почему мне дальнобойщики не нравятся. Я вам расскажу это в конце видео. Так, давайте выбираем рейс, короче, Арзамас 1. Давайте вот этот выберем, Арзамас 1 и все, чтобы не так уж и далеко ехать, потому что нам сейчас нужно именно в Арзамас ехать. Сейчас даже по ГОСу есть эти компании, видите, вот, в таком даже месте они находятся, они далеко, получается, от Арзамаса. Ну, за Арзамасом вот стоит здесь база, и, скорее всего, она стоит по ГОСу. Давайте я даже посмотрю. Их очень много по ГОСу стоит, ну, не очень много, штуки 3 их стоит по ГОСу. В принципе, видите, вот, по государству она стоит. Просто ее можно купить только с 50-го скиллодальной бойщикой, нужно 30 миллионов, пацаны. Я бы себе купил, но у меня нету ни скилла, ни денег, поэтому, пацаны, к сожалению, у меня своей компании не будет. Но, как бы, видите, их, я думаю, покупать здесь не будут. Не, возможно, это купят, но так все самые такие нормальные, получается, компании раскупили, которые там в Батырево находятся, в Арзамасе, в Южном, их все раскупили, в принципе. Ну, что ж, я приехал обратно на эту точку, и все, мне сразу же заплатили деньги, и я заплатил, получается, комиссию 15% в компании. Теперь давайте я вам покажу, как работать без компании. Чтобы работать дальнобойщиком, не обязательно, пацаны, состоять в компании. Просто, если вы состоите в компании, то вы за аренду, получается, тягача не платите. То есть, вы берете КАМАЗ, например, вот, в компании, и вы за него не платите. В любом случае, если вы будете работать, в принципе, на дальнобойщиках, то там есть выбор. Либо вы платите компании, помогаете ей, либо вы оставляете деньги себе. Сейчас я вам, в принципе, это все покажу. А если вы работаете в личном КАМАЗе, получается, компании, то вы, в любом случае, платите комиссию. Подходим вот сюда на чекпоинт, получается, и вот, у нас появляется вот такая вот тема. Здесь есть КАМАЗ, КАНИ, там, и так далее. Вот, в принципе, 4 тягача есть. Ну, 3 тягача и хозяйка есть. Я арендовываю сканирую, потому что у меня 16, если что, скилл дальнобойщика. Ареда ее стоит 20 тысяч. То есть, если вы берете в компании, получается, тягач, то вы за аренду не платите. Ну, вы платите просто небольшую комиссию, 15%. А если вы арендуете, то вы будете чисто работать на себя, получается. Вы можете помогать своей, получается, компании, где вы состоите, можете не помогать. Сейчас я вам покажу, как это работает. Давайте посмотрим, есть ли здесь рейсы вообще на базе. Так, я думаю, на базе нет, да? А, не, на базе есть рейсы, кстати. Рейс, получается, база-склад. Где у нас склад находится, я, к сожалению, не знаю. Ну, давайте возьмем, в принципе, этот контракт. Просто приезжаем на точку, вот. И сейчас у нас появится прицеп, мы его берем и едем просто, работаем. Я думаю, тут все понятно. Так, давайте еще раз попишу список. База, получается. Выбираем, в принципе, взять контракт. Все. Вот у нас появляется прицеп, и мы берем и едем, делаем рейс. В принципе, все, пацаны, легко и просто. Давайте сейчас я доеду и покажу вам, как работает система, про которую я сказал. Итак, вот, пацаны, я приехал. Давайте я вам, в принципе, покажу. Вот, здесь есть... Вы застите в компании, но работаете на арендованном розовике. Ну, в принципе, здесь все написано. Если вы сдадите контракт от лица компании, то получите почти 7 тысяч. Если вы сдадите контракт от себя, то получите, получается, 8 тысяч. То есть, вы здесь решаете помогать компании, либо деньги просто себе оставить. И все. Под себя работать. То есть, если вы работаете за счет компании, ну, если вы, как бы, в компании состоите, то вы за аренду розовика не платите. Но платите 15% налога, в принципе, за рейс. С каждого рейса платите 15% налога. Потом, если вы работаете на своем розовике, вы можете работать чисто на себя. И никакие проценты у вас не будут забираться, но вы заплатите просто за аренду розовика. Как я заплатил 20 тысяч. Я думаю, тут все понятно. Я выберу компанию. Так, давайте пишем обратно-дально. Сейчас я возьму рейс и будем ехать. Я вам теперь расскажу, почему мне новые дальнобойщики не нравятся. Ну, давайте, наверное, выберем в южный, в принципе. Так, вот, я взял в южный. Пока мы будем ехать, я вам, пацаны, расскажу, почему мне новые дальнобойщики не нравятся. Что в них хорошего и что в них плохого, в принципе. Начнем с того, что... Вот, я снимаю это видео утром, да? Сейчас много рейсов, точнее, контрактов. Много. И с этим проблем нет. Вы приезжаете на любую точку и для вас есть работа. Но я вчера работал. Вот, когда большой онлайн, пацаны, это просто пиздец. Реально. Помните, как раньше была борьба, в принципе, за грузовики? Когда был еще домик в деревне. Чтобы арендовать грузовик, там, борьба за эти грузовики. А сейчас теперь при большом онлайне борьба за эти рейсы. Ой, за эти контракты. Борьба за эти контракты сейчас пиздец, пацаны. Я вчера работал. Я работал на упражнении двух часов. Я успел только сделать два рейса. Остальное время я просто стоял и ждал, чтобы взять контракт. Но, к сожалению, у меня это не получилось. Мне не нравится то, что при большом онлайне вообще надо ждать долго, чтобы взять контракт. Как бы это большой минус лично для меня. Да, утром либо ночью, в принципе, вы сможете спокойно работать. Но днем, либо вечером, при большом онлайне, вы вообще нормально не сможете работать. В принципе, вот, больше ничего минусов нету, больше никаких. Плюсы. Какие плюсы? Плюсы в том, что теперь на сервере очень хорошая движуха. Потому что люди теперь раскиданы по всей карте. Рейсы есть, как в Латкарина, в Эдова, там, в Южный, в Арзамас. То есть, везде, по всей карте люди ездят теперь. Это, как по мне, плюс. Хорошо еще то, что вы приезжаете просто на точку, куда вы взяли рейс. И на той же точке, куда вы привезли груз, вы можете взять другой уже рейс. Это, довольно-таки, пацаны, круто. То есть, вам не нужно, там, ехать обратно в порт и брать рейс. Да, это большой плюс. Но раньше, до обновления вот этого, вы просто арендовали фуру. На базе дали обойщиков, поехали в порт, взяли рейс. Отвезли, получается, по двум точкам. Вернулись обратно, взяли рейс. То есть, вам никого не нужно было ждать. И вам борьбы не было за эти рейсы, как бы. А сейчас за эти контракты, постоянно борьба. И, в основном, я заметил, что днем вечером есть только работа для больших скиллов. Для маленьких скиллов вообще нет работы, пацаны. И это, на самом деле, очень печально. Возможно, это когда-то пофиксят. И да, сделали бы лучше какую-то, не знаю, функцию, чтобы вот это все убирать. Потому что этот флут в чате дальнобойщиков, это, на самом деле, полный пиздец. Одним, чтобы вы понимали, флут общего чата. Потом флут этого чата дальнобойщиков. Ну, не чата дальнобойщиков, а оповещение рейсов. Потом чат дальнобойщиков, чат компании, чат семьи. Ну, это пиздец, пацаны, на самом деле. Как бы ладно, там чат семьи, чат компании, чат дальнобойщиков. Но вот эти оповещения о рейсах, они вообще, ну, как бы не нужны. Да, они сделали для того, чтобы вы знали, что, типа, вот там, кто-то взял рейс. И вам уже ехать не стоит, потому что он занят, типа, ну. Это, в принципе, удобно. Ну, а так, блин, очень большой флут. Даже сейчас, пацаны, утром. И днем, и вечером это вообще пиздец. Флут жесткий, прям, идет. Потом, что еще нового добавили, пацаны? Изменили донат. Вот, пишем команду донаты, в принципе. И здесь у нас все изменилось. Теперь, получается, не кредиты, а амазинги. Получается, один кредит, это 1500 рублей. Два кредита, это один амазинг. То есть, 2000 рублей, это будет 1000 амазингов, чтобы понимали. То мне не понравилось в этом донате. Это 15-16 пункт. Снять минуты блокировки чата за донат, пацаны. Из Доморгана, типа, минуты тоже снимать можно с донат. Как по мне, ну, это уже полное нон-рп. Ну, серьезно. Ну, зачем так делать? Как бы, человек деймит, человек там багаюзит. И, блядь, он, типа, за донат может выйти, получается, с Доморгана. Либо снять себе блокировку чата. Ну, понятное дело, что не полностью, там, минуты. Но, все равно, пацаны, блядь, зачем было это добавлять, я не понимаю. Потом, можно купить теперь дополнительный слот. Вчера, кстати, это стоило 250, а мазингом сейчас 275. Потом, добавили именный номер. Именно номер вы сможете, пацаны, купить, чтобы вы понимали, за 6 тысяч рублей. Понятное дело, что никто вас не заставляет их покупать, но сумма, довольно-таки, такая немаленькая. 6 тысяч рублей за именный номер к себе на машину. Это, довольно-таки, сильно. Потом, что еще я хотел вам показать, это закрытие машины, пацаны. Закрытие машины, вот, нажимаем персональные настройки. Здесь есть включить автоматическое закрытие транспорта на колесико-мышь. То есть, вы включаете эту функцию, возле машины нажимаете колесико, машина вас закрывает. Возле машины нажимаете колесико, она вас закрывает. Если у вас есть сигнализация, то вы следите с машиной и заводите, она сама будет закрываться, если что. Наверное, самая полезная вещь, которая мне понравилась, в принципе, в новом обновлении. Давайте уже, так сказать, подведем еще один итог. Полностью мне дальнобойщики вообще не понравились. Почему? Я, в принципе, объяснял. Мне не нравится только то, что днем, либо вечером вы не сможете нормально работать. Для меня это очень большой минус, и от этого у меня желание работать вообще пропадает. Если для вас это не основа заработок, дальнобойщики, то, в принципе, вы можете работать. Утром поработали, потом вечером работаете на рыбалке, и все, как бы. И вам похуй, потому что, ну, вы, типа, не зарабатываете именно за счет дальнобойщиков. Но если вы именно только на дальнобойщиках зарабатываете, и у вас там килл до 20-го, то вам будет сложно. Потому что, в основном, днем, либо вечером, есть контракты только для 60-го скилла, 90-го скилла, там, и так далее. Ну, то есть, большие скиллы. Я вчера очень долго ждал, чтобы взять контракт, но в итоге у меня это не получилось, чтобы вы понимали. Что мне понравилось, это первое. Компании. Прикольная тема. Надеюсь, их будет улучшать, что-то добавлять новое. Потом, что мне еще понравилось? То, что вы приезжаете, можете взять другой рейс сразу и поехать. Ну, что ж, пацаны, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я пытался вам подробно так, ну, не подробно, а просто объяснить, просто объяснить, как работать. Я думаю, вы, в принципе, все поняли. Кто не понял, просто заходите в дальнобойщик. Повторюсь, выбираете седьмой пункт, и здесь вы сможете все прочитать, как работать, что как и зачем. Как бы, вот такие вот, пацаны, дела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Можете вступать к Владу в компанию, она находится, повторюсь, в Южном, возле ОПГ. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok